Уважаемый Александр Золотинский, уважаемые коллеги, предлагаю заслушать итоговый отчет реализации межведомственной целевой программы 2022 года развития демографии, утвержденной постановлением Кабинета Министра в Республике Абхазия. Необходимость разработки, утверждения и реализации межведомственной целевой программы обусловлена потребностью в сохранении демографической безопасности и условий, необходимых для улучшения демографической ситуации в Республике Абхазия путем стимулирования рождаемости детей. Разработчик и ответственный орган Минсоцобеспечения Республики Абхазия, исполнительным органом является Минсоцобеспечение и Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации. Задача программы – осуществление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей семьям, постоянно проживающим на территории Республики Абхазии при рождении третьего и последующего ребенка абхазской национальности при условии обращения за выплатой в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Финансирование осуществляется за счет средств Фонда репатриации Республики Абхазия. Ожидаемыми результатами являются улучшение ситуации с темографической безопасностью в Республике Абхазии, улучшение рождаемости детей абхазской национальности, увеличение рождаемости детей абхазской национальности, улучшение качества жизни многодетных семей. В целях реализации программы Министерства социального обеспечения были разработаны и утверждены порядок организации приема и рассмотрения заявлений на получение выплаты, перечень документов необходимых для получения единовременной выплаты, планк заявления на значение выплаты, планк расчет заявки на осуществление выплаты. Также утвердили состав межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений. Заследования комиссии проводились по мере необходимости, но не реже 10 рабочих дней. Отделом демографии пополнялся список получателей единовременной выплаты, учет которых ведется с 2021 года. Указанный список отражает следующие данные. Фамилия, имя, отчество, дата рождения родителей, адрес проживания заявителя, количество детей в семье, фамилия, имя, отчество детей, дата рождения детей, полдетей, также дата подачи заявлений. За период реализации программы было принято и рассмотрено 363 заявления. Продолжение следует...